Вау, когда я стала актрисой, я думаю с детства, у меня мама оперная квитта, я всегда везде пела, всегда маленькие шоу делали дома, покупали всякие CD с братвейскими песнями, под них пели, ну вот так вот у меня и началась моя, скажем, канала. Ну и третий вопрос, можете ли вы рассказать о себе, где вы родились, выросли и как прошло ваше детство? Вау, вопрос такой. Я родилась в Швеофоке, в Венгрии, потом переехала в Москву, потом переехала в Швецию, в Стокгольм. Значит, еще раз, родились, выросли и где прошло ваше детство? Да, выросла я в Швеции, в Стокгольме и там тоже прожила всю свою жизнь. До того, как я начала работать, вот первый проект был в Германии. Ну и... Что у вас вдохновляет, если у вас кумиры? Их много, я буду быстро спрашивать, а вы быстро отвечаете. Хорошо, кумиры, вау. Ну, музыклобы, артисты. Вот, например, Кэри Алис, Эдина Минцелл, еще много других. Я не знаю, если вы знаете о таких? Слышали когда-нибудь? Да, вот два человека, прекрасно. Внимите руки, привет. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Юля и Анастасия. Вот Юля и Анастасия поняли, что вы сказали. Это замечательно. Ваши аплодисменты, Юля и Анастасия. А вот у Мерседес в ее плане сейчас написано рассказать про фантома. Спрашивайте меня про проект. Я спрошу. Я буду все время вот так вот. От этого регламента к этому регламенту переходить. Страшно? Скажи. Не страшно? Хорошо, не страшно. Правда? Вот я же говорил. Значит так. А вопрос, вот, пожалуйста, 12 специально. Из трех. Значит, 12 Мерседес. Что для вас ценно в русской постановке призрака оперы? Какой опыт вы прям... Послушайте, нет, мне нужно встать. Что для вас ценно в русской постановке призрака оперы? Какой опыт вы приобрели для себя, участвуя в этом спектакле с русскими альтерами? Мне, конечно, очень нравился наш ансамбль. Люди, с которыми я работала, они очень теплые, все очень... Просто хорошие люди. И, конечно же, это был мой первый проект, когда я пела на русском языке. Я говорю по-русски, но, конечно, другое петь надо. Вот то, что тоже я другой манера пела в призраке оперы, которую я раньше вообще никогда не сделала. Ну, конечно, я немножко пела, но не так, как надо в призраке. Ну, вот, в общем, так. Вот такой вот режим. И сейчас только третья песня сегодняшнего вечера «Cycle of Me» прошелось. Спасибо. Я говорю на шведском, на английском, на русском. Потом на немецком немножко, так как я пела. в Германии и вынуждена была обучить материал на немецком языке. Потом я тоже учила французский и итальянский в школе. И тоже немножко говорю по-ненгерскому. Потому что я была ненгерская. Понимаете, в чем дело? Сегодня классная руководительница моего сына сказала, мы детей своих очень сильно загружаем. Понимаете, в чем дело? Мы сильно загружаем. Я преклоняюсь перед вашими родителями, которые вам дали такое образование. Я думаю, уже достаточно для того, чтобы быть настоящей принцессой. Аплодисменты. Спасибо, что вы получили. Какая сцена в мюзик-ринфризрак оперы вам больше всего нравится? Мне, я думала очень долго над этим вопросом. Мне раньше его задавали, и я никак не могу выглядеть. Потому что у меня все сцены разные. Мне нравится «Wishing you were somehow here again» на кладбище. Очень, очень, очень. Мне очень нравится ее платье, в котором она эта синяя-голубая, такая роскошная с плодом бомбой. Потом. Потом мне нравится сцену «Дон Жуана». Нужно очень много страсти. Это как бы, вот они играют, что они на сцене. Это все через чур, большие эмоции, все такое. Ну и тоже мне очень-очень нравится финальная сцена, финальная лоббова. Потому что там вся вот эта напряженность, скажем так, которая есть в сервисе так, и она тут эксклюзивенская. Да, как сказать. Ну да, то есть все там выясняется. Все эмоции, все чувства, все рыдают, все плачут. Короче, ну да, мне очень нравится финальная сцена. Это был ответ на один вопрос. Время вы обладаете, да, друзья? Я так понимаю. Это был ответ на один вопрос. Кто там сомневался, что мы там, говорить мы не умеем там или что? Значит так. Вопрос номер... Я уже спрашивала. Кто вас вдохновляет, есть ли у вас кумеры? Да, я спрашиваю. Ну конечно, тоже моя мама очень вдохновляет. Потому что она человек, Сафия, она столько многому меня научила, она столько многого знает, она на фортепиат играет, опер поет, танцует, мюзиклы поет. То есть она все делает. Это просто прекрасный человек. Я очень рада, что она моя мама. Спасибо. Какие из московских мюзиклов вы смотрели? Что наиболее понравилось? Я смотрела «Призрак оперы». А ту сторону я когда-то не смотрела. Салочку. Да. «Красавица-чудовище». Смотрела. И тоже смотрела «Крампа». А к нам с Митчевым на Монте-Кресе-то прийдете? Обязательно. Очень хочу посмотреть этот мюзикл. Так, хорошо. Тем более у меня имя откуда-либо. На Мерсенции меня назвали «Крограмма Мерсенция». Я только выяснил, как правильно произносить на самом деле. Оказывается, так произносить «Мерсенция». Вот и все. Пишешься иначе. Так. Вот вопрос. Я просто их много, про них будем. Вы играли во многих проектах в разных странах. Интересно, чем отличаются зрители? Если да, то чем? Все так. В Кермании я играла «Балл вампиров». «Балл вампиров» очень обожают зрителей в Германии. И, конечно, нам все аплодировали, все кричали, орали после каждого номера. Ну вот, такого я пока еще не встречала в Германии. И в Германии тоже такого не бывало. Но, вот, таким образом они отличаются. Но, все равно в конце, в финале, на поклонах, все столько же аплодируют и включают. Так что... Вот, Мерседес, открою вам аплодисменты! Вопросы иногда бывают интересные и умные, а бывают вопросы разные. Я всегда говорю, каков вопрос, таков ответ. И этот вопрос, я не знаю, как на него ответить, честно вам скажу. Может быть, вы знаете. Дело в том, что актеры, ну, по системе Станиславского, вроде бы как, придумывают предысторию существования, да? А то, что происходит после, они вряд ли, когда придумывают. Кстати, да? Ну, то есть, придумывают предысторию, что было, что там, потом я предлагаю их обстоятельства, да. А что после происходит с героем, ей-богу, я никогда не задумывался. Так вот, вот тут вопрос. Вы играли Сару немецкой версии «Бала-марпиров». Задумывались ли вы, какое будущее могло бы быть у вашей героини? Если да, то что вы представляли от нас? Кто это спросил? Спасибо. Это, конечно, очень сложный вопрос, потому что... У нас к уйму времени мы можем порассуждать. Я думаю, так как она превращается в вампира и тоже кусает Альфреда, они становятся парами. И вот, я думаю, они вещь мира... Как сказать? Иисуса. Спасибо. Ну, какой может быть вариант? Я не знаю. Ну, все. Достаточно. Это я понял. Мы только что с вами за кулисами про «Бала-марпиров» уже разговаривали. Почему это произошло? Зачем это произошло? И что с этим будет после? Так, есть ли у вас любимая сцена в мюзикле «Бал-вампиров»? Красные сапожки и молитва. Ну, это тоже красные сапожки. Точно. И бал. Самый, в конце. Да. Ну, и в продолжении темы «Бал-вампиров». Летом 2016 года «Бал-вампиров» возвращается на питерскую сцену. Скажите, будете ли вы участвовать в этом проекте? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос пока. Но, кто знает, может быть. Чтобы не сглазили. Вообще-то, честно говоря, сам Бог велел. Прости, Господи, поучаствую в «Бал-вампиров». Ну, вот такого вот каламбора. Да. Ну, что ж. Я знаю. Какой образ вам ближе? Сара или Кристина? А, Сара, Эпонин или Кристина? Какой образ ближе вам? Сара. Я думаю. Ну вот. Продолжим? Да. А что у нас там? Что у нас там дальше? Господа! Я хочу пригласить на эту сцену замечательного артиста, любвица московской публики. Встречайте! Вадим Мишман! Приз. Новогодние переодевания. Она обязательно придет переоденеться как настоящая большая европейская артистка. Понимаете, в чем дело? А тем временем мы, я думаю, что Вадим мне поможет, мы немножечко займем ваше внимание и скрасим эту паузу. Но прежде отвините, пожалуйста, на вопрос. Ага. Вы работали в разных музыкальных проектах разных стран. Скажите, где вам было наиболее комфортно? Где больше всего понравилось и почему? И наоборот, если есть такой опыт. Вы знаете, в каждом проекте по-своему. И я не могу сравнить, как было работать с Данией с тем, как работать в России. Потому что это совсем разные вещи. И всегда интересно приезжать в новую страну и увидеть, как люди работают в этой стране. Это всегда новый опыт. Да, и очень можно много научиться. Вот так. Понятно. От конкретных ответов ушла. Ну, как бы. Я не могу сказать, потому что мне нравится и в Дании, и в Швеции, и в Германии, и в России. Вот не могу ответить на этот вопрос, потому что мне везде нравится работать, потому что везде потрясающие люди. Да, еще расскажите, пожалуйста, Мерседес, как проходят кастинги в других странах? И вообще, ходят ли на них популярные артисты мюзикловые, звезды и так далее, наравне со всеми? Да. Как это происходит? Там все артисты ходят на... Ну, конечно, я не знаю про самых-самых известных, но я знаю, что многие мои коллеги, которые известны, например, в Германии, они тоже все ходят на кастинги. Вот так. Вот еще, значит. Ну, тут из той же серии вопрос, в чем отличие работы в европейских музыкальных проектах и в российских? Ну, я думаю, а в отличие в европейских проектах и в российских? В чем отличие? Понимаю вопрос, но я даже не знаю. Ну, администрирование, режиссура, дисциплина. Дисциплина, да, есть такое. В Германии они более жесткие. И если я опоздал на пять минут, тогда углон из класса. То есть вот такие вот дела. И... Я напомню еще, что я могу сказать. Так, расскажите, пожалуйста, об участии в новом проекте «Мамма Мия! The Party». Вау. Ухрен. Мой новый проект, в котором я участвую, это «Мамма Мия! The Party». Это новый проект Бьерна Ульвеуса. Бьерна Ульвеуса – это один из группы «Абонис». Вы знаете такую группу? Слышали? Да. Очень много. Спасибо. Очень интересный человек. И «Мамма Мия! The Party» – это шоу-мюзикл. Почему назвали именно «Мамма Мия! The Party»? Я тоже спрашивала несколько раз, но я тоже не сообразила. Может быть, они могли назвать «Абе The Party» или я не знаю. Ну вот это потому, что у них была такая хорошая компания и хорошие люди, такая хорошая атмосфера, когда они снимали фильм «Мамма Мия! The Musical», когда они были в Греции. Они ходили каждый день, после съемок они ходили в ресторан. И там очень была хорошая атмосфера, и они просто решили взять эту атмосферу и перенести ее в Швенчу, в Стокгольм, в ресторан. И вот, короче, они так вот и сделали. Приблизительно как мы сейчас. Ну да. Надеюсь. Да, да. И музыка «Абе» — это не продолжение мюзикла «Мамма Мия!» Это не «Мамма Мия!» просто на другой площадке. Это совсем новый сюжет, но с музыкой «Абе». И они тоже, вот, весь ресторан... Вылезло снова сюда. На шведском, скажи бы, может, пойдем. И это «Оп!» Понятно? Ваши друзья... Они сделали так, что вот внутри ресторана выглядит, как Греция. Вот мы находимся в Греции. Вот так. Действие происходит в греческом ресторане. Друзья, ваши аплодисменты. Давайте отпущим. Вот это немного, пересохнем, буквально 5 минут. А тем временем я займу ваше внимание, прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удивительный прием. Я мама Мерседес. И я очень счастлива видеть дочку мою в разных постановках во всем мире. Это был не очень легкий путь, поперте. Тем более мне как маму. Я дрожала каждый раз при премьерах. Очень-очень волновалась. Как будто я сама выходила на сцену. И, конечно же, когда в детстве в школе говорили, вы нагружаете свою дочку, зачем вы ее учите пяти языком одновременно? А я говорю, нет, никогда-нибудь это прекратится. И вот Бог услышал мою молитву. И когда она получила танец вампиров, я сказала, ну это было свыше. Потому что было это неожиданно. Прослушивание было в Швеции. Позвали ее только через год. И позвали ее на карве, как второстепенная роль. А получила она головной урон, на 9 месяцев. И вот тогда была в шоке. Потому что тогда она не говорила ни одного слова по-немецки. А потом в Дании. Вы не видите, может быть, вы видите какие-то видео, где Мерседес по-танскому. Это очень сложный язык. Но все-таки родной, мы ближе, как бы, умы с единомским. Я много работала в Дании. Я долго не буду. Сейчас уйду. Да. Я еще неожиданно, что все внимание на меня. И все-таки, все-таки, понимаете, я ходила... Да что нам, Мерседес, да что-то, расскажите о Сибири. Нет. Нет, это же все-таки... Я о Сибири не рассказала, но все-таки вот это то, что в моей части жизни... Мерседес родилась, можно сказать, на сцене, когда я пела Латревианку в Будапеште. Вот давайте сначала начнем. Да. А когда вы туда попали, простите. Ой, вы знаете, это тоже... Но это было очень давно, это был 91-й год, когда была перестройка, закончила Гнесинку, работала... Вы Гнесинке учились, да? Да, закончила Академию Гнесин. Так называется отделение музыкального театра и эстра. 4 года. Это был специальный курс. Это Филипп Киркоров тоже закончил. И я тоже. И вы тоже, да? Мы как с... Привет. Привет, слоганинский. Мы всеми силами пытаемся уйти от некого официоза. Поэтому мы начнем сначала. Значит, с Гнесинского училища. Погнали. Да. Вот. И далее. Вот 91-й год. Вы поехали работать... Нет, я закончила. Я вкратце, вкратце. Мерседес уже родилась в первом году. Закончила я 87-го. Гнесинка потом начала работать как выбранная певица в театре полиции Александра Шипокровского. Как право было там... Прямо три года. Потом никто ничего не платил. Вы меня пригласили в водопеджескую оперу. Ну, я еще отучилась там в Академии Листа два года. Он там познакомился с будущим папой. Он скрипач в театре был. И так вот. А мне все равно... Я пила... Я пила... Я пила... Я пила... Я пила... Я пила... Вот эти вещи... Нужно узнавать... Вот эти вещи... Нужно узнавать... Вот так вот. Непосредственно вообще... Спасибо. Не в какой-то там Википедии... Чего-то так вот смазывать. Ну, в Википедии такие подробности, секретов. Люди спрашивают, мы им отвечаем. И все. Это отлично. Здорово. Я вам очень благодарна. Я была очень рада. Что дальше? Дальше что было? А потом родилась Мерседс. Прямо на сцене. Нет. Прямо за сцен. Нет. Ну, короче, она родилась в пик моей карьеры. И даже когда я ее кормила, она лежала и плакала. Там ревела. И было три месяца. Я пела вашу ряду. Так я ее везде с собой в сумочке носила по всем спектаклям. Пять лет она сидела в Дании, играла в карты с оркестрантами, как-то мы были за стеклом Росыным. И так далее. Ну, все. Теперь я вас оставляю. Ваши актуальники прекрасны. Прекрасны. Наталья Усманова. Вот как мило, что бьется. У них даже платья одинаково. У меня есть еще пара вопросов. Так, у меня есть пара вопросов. Подожди. Вот к вопросу о Наталье Усмановой. Мерседес, вы поете очень музыкально. Скажите, какую музыку вы слушаете вне работы? Классическую музыку слушаю. Я слушаю саундтреки. Всякие, ну, из фильмов. И, конечно, музык тоже. Все-таки я все слушаю. И рок, и бомб. Все, все. Мне нравятся всякие жанры. Ну, тут про языки, вы видите, вы спрашиваете, как вам удается говорить на стольких языках, но еще и петь, точно и актерски интонировать на чужом для вас языке. Я перефразирую. Скажите, вот один вопрос. У меня есть знакомые лингвисты, мои друзья. Первый вопрос, который они задают, какого бы годы ни было полиглота, потому что перед нами есть настоящий полиглот. Человек, когда говорит на стольких языках, причем говорит, как он уносится абсолютно чисто. А на каком языке вы думаете? Я не знаю. Я, по-моему, не знаю. Я думаю, я думаю на этом языке, на котором я разговариваю в тот момент. Ответ неправильный, потому что если бы вы были разведчицей, то тогда необходимый навык был бы определенный. Вы должны были бы думать на каком-нибудь одном языке, а говорить, может быть, на разном. Ну, вот они такой-то, уничтожен. Значит, вы думаете на том языке, на котором сейчас общаетесь. Я так думаю. Как оно происходит? Я не знаю. Я вообще-то думаю иногда в картинках. Я вот в французский язык не знаю, но почему-то иногда я думаю на французском языке и думаю в мелодиях этого языка. И тоже вижу картинки какие-то и слышу какой-то рим, и какой-то голос там говорить по этим мелодиям, но без слов. Вот так вот такое у меня тут послушается. Я не знаю, почему, и Карл. Какую роль вы мечтаете сыграть? Элфова в мюзикле «Викед». Там музыка тоже очень клевая, там клевая музыка, но почти такая же, как в «Чесс». Да. Ну что, вы еще споете там серию? Да, конечно, разспоем. Что же? Я сейчас вам свое «On My Own». Это была вообще первая моя песня, которую я выучила из мюзиклов. Именно эта песня «On My Own» про девушку, которую зовут Эпони. Она влюблена в... Ну, которая зовут Марияс, а он влюблен в другую девушку. И вот эта песня. В конце концов, ответить на все вопросы, которые нам прислали. А почему? Вот давайте быстренько так. Голопому по Европу, как говорят. Какие подарки дарят зрители актерам в Европе? Шоколад, игрушки, цветы. Что еще? Ну, я думаю, почти то же самое, что и дарят здесь в России. Свои аплодисменты и улыбки. Большое спасибо. Спасибо. Есть ли какие-нибудь фильмы или спектакли, или еще что-то, что произвело на вас в детстве сильное впечатление и повлияло на вашу судьбу и на вашу жизнь? Почему я начала заниматься на их... Есть фильмы, спектакли или что-то еще, что повлияло на вашу творческую судьбу? Кошки. Которые в интернете, да? Которые в интернете. Нет, нет, мюзикл можно. А мама тоже хочет рассказать. А, мама хочет рассказать историю. Историю можно. Скажите, что фильм... Это был Мерцепт из 5 лет. Я ее провела в конце с мюзиклами артистами. С Ротвея и Ильи Слована. С Сокольбой, да. С Сокольбой. Вот, ее было 5 лет. Она сидела в таком... С бантиками в белом белоснежном платье на первом ряду. Вот когда одна из актрис Лениву... Ну, как ее звали. Очень дороже. Ну, у нее были большие кудрявые. Да. Она расхода. Она закончила петь. Ей вручили громадный букет цветов. И вот этот букет цветов она подарила Мерседес. Он был такой большой, что Мерседес не смогла его удержать. И она прямо, садясь на кресло, она шлепкалась на пол. И фары весь дал, аплодировал. Не эта, а певица. А Мерседес. Вот я думаю, что это было начало ее карьеры. Это было какой-то такой, да, потому что вот эти лучи света прожекторы были прямо обладаны на тебя. Да, все внимание, это было потрясающе. Да. Скажите, есть ли у вас хобби? Вы увлекающийся человек? Да. Я занимаюсь спортом. Я занимаюсь каратэ. Я занимаюсь дружбой. Вау! Да. Я ходила на прошлую воду, подводным плаванием занималась. Верховую лизу, да, как называется? Да. Еще танцую очень много, рисую. Ну, конечно, пою. Точно я забыла. На горных лыжах обожаю, да, заимно сноуборде. А, вот, в интервью я тоже недавно научилась. Что еще? Я не помню. Супер-дайвинг. Ну, короче, я все, я люблю все делать, одно, я всегда что-то нахожу. Мам. Я, короче, забила программу, как и ребенок. Да, она все попробует, правда, по-настоящему, без дураков. Но это все было так полномерно, вместо того, чтобы сидеть просто смотреть мультики, она ходила на фламенку. Прекрасно. А, на фламенку. Да, если придется ей использовать, она и кастанет, и сабота, да, вот, все, по-настоящему, да. Да. Вы знаете, вот когда Мерсена составляла вот эту концертную программу, она вот тут, вот здесь, вот в этом месте, вот этой вот самой программы, она написала следующее. И к этому я вам еще говорю, что еще вопросов 10 у нас вполне есть, понимаете, в чем дело. И у нас есть чем забить эту дыру, поверьте мне. Хорошо. Итак. Я рада. Мерседес, какие люди вам интересны? Много ли у вас друзей? Ну, да. Я не знаю, если много у меня друзей, но я общаюсь... Какие люди вам интересны? Открытые люди. Ну, совершенно доброжелательные люди. Все все поняли, да? Открытые друзья. Хорошо, вот так, вот хороший вопрос. Очень хороший. Приходилось ли вам играть в драматическом спектакле и не в музыкальном? Если да, расскажите об этом опыте, и что для вас труднее, мюзиклы или драматические спектакли? Я когда была младше, по-моему же, я участвовала в спектакле «Оливер Твист», где я играла Нэнси. Мне очень нравилось, но я больше привыкла играть в мюзиклах, чем в драматических спектаклях. Но мне нравится то и другое. Я, конечно, очень хочу больше играть в драматических спектаклях. В Лондоне что-то там было. Да, «Love and how to curate». То есть, по-моему, Дании, Швеции, Германии и России, еще и был Лондон. Ваши аплодисменты. Что в вашем характере вам хотелось бы извинить? А что вы считаете самым главным с вами достойным? Я немножко импульсивный человек. Вот это иногда плюс и минус. Что и мама тоже хочет что-то сказать. Но понеслась. Я упрямая, да, от коза. Я понеслась от козы и телец. Так что, да, я запрямая, я упрямая. И ты рубит. Значит так, дам наш, совершенно самый коммуникабельный знак. Далее, мы уже давай выберем эти вопросы, и потом продолжим наше пение прекрасное. Так, кто ваш главный критик? Откуда вы черпаете энергию и вдохновение? Мама. Далее, вот это уже практически все. Уже Мерседес, вы человек мира. Есть ли у вас любимый город? Хорошо ли вы себя чувствуете в Москве с ее римом? Москва, как по вашему мнению? Похожи на европейские города или нет? Мама, что скажешь? Похожи на Москву. Да, да, просто мама мне что-то там говорит. Мне нравится очень Сокольм. Потому что я там выросла. Очень красивый город. И мне, конечно, тоже нравится Москва. Очень большой город. Здесь шумно. Здесь много людей. Да, я тоже выросла здесь. Папушка, и в детство мое прошло. Какой ваш любимый мюзикл, как зрителя? Как зритель, да. Виккед. Ваши мюзиклы другие. Ваши мюзиклы другие. Ну и тридцатый вопрос сегодняшнего вечера. Прежде чем мы услышим просто сладкоголосое пение нашей гости. Что вы ожидали от сегодняшнего вечера? Оправдались ли ваши ожидания? И что бы вы хотели пожелать своим зрителям? Так, ответим песни. Ваши мюзиклы такие. Продолжение следует...